Создание безбарьерной среды для инвалидов. Такую задачу ставят перед собой, пожалуй, все муниципалитеты России. Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания провели выездное совещание по проблемам людей с ограниченными возможностями. Они побывали в четырех специализированных учреждениях. Российская общественная организация «РАЦИО» существует уже 20 лет. Ее организаторы – люди с ограниченными возможностями, а не доверяют лишь своему слуху, осязанию и обонянию. Но, как говорят они сами, незречий не значит беспомощный. Такие специальности мы овладели, которые нам позволяют работать в нашей жизни без всяких ограничений. Мы наравне с другими работаем в таких организациях, как Чувашином государственном университете имени Илья Николаевича Ульяна. У нас есть преподаватели. Вот такая деятельность, которая дает нам возможность работать. Это преподавательская деятельность, юридическая деятельность. Кроме того, массажисты у нас есть, музыканты у нас есть. У нас, кроме того, есть и среди нас, и люди, которые с техническим образованием, высшим образованием. Есть также и химики. Ну, вообще, в образовательных школах у нас преподаватели работают. Такие, как школы-интернат, вечерняя школа для слепых. Помещение «РАЦО» арендует в подвале. Слепые этому рады. Есть где собраться, пообщаться и поучиться. Конечно, без помощи извне не обходятся, но в большей степени надеются только на себя. Уже хотели уйти отсюда на квартиру или хотели квартиры снимать. А потом у нас один депутат, он нам ремонт сделал. Ну, спонсорскую помощь. Иванов у него фамилия. Владимир Николаевич? Да. Видите, у нас наш коллега. Создание вот этого помещения затратили он много средств, много усилий, много труда. На вопрос, какие есть проблемы, члены организации отвечают четко. Еще в июле этого года президент страны Владимир Путин внес изменения в федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Органы госвласти и местного самоуправления должны оказывать всестороннюю поддержку и, в частности, разрешить безвозмездно пользоваться помещением, которое занято инвалидами уже пять лет. Эта форма помощи распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации и на те, что занимаются малым и средним предпринимательством. Пять тысяч, скажем, еземесячно выплачивать нам – это большая сумма, так как мы организация некоммерческая, а в основном у нас за счет членских сборов своих средств от наших инвалидов незрячих и за счет спонсорской помощи мы только существуем. Сегодня депутаты познакомились лишь с небольшой частью организаций и каждая надеется на помощь властей. Действительно, общественных организаций очень много в городе. Каждая общественная организация не может безвозмездно предоставить льготы. Но, тем не менее, будем смотреть, потому что если работает общественная организация инвалидов, слепых или каких-либо других, мы должны поддержать такую общественную организацию. Поэтому будем думать именно с этой точки зрения. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика.